Главная цель идти вперед вместе. Так Александр Лукашенко обозначил перспективы сотрудничества с Ленинградской областью. Губернатора российского региона глава государства принял во Дворце независимости. С Александром Дрозденко президент знаком давно, а в последние годы отношения Беларуси и Ленинградской области вышли на новый уровень. Более того, президент напомнил, что для Минска северное направление ключевое и реализации амбициозных планов способствуют такие встречи. Их особенность – эффективность, а это то, к чему всегда стремится Беларусь. Итог – всего два года назад обсуждали увеличение торговли до миллиарда долларов, а в 2024 этот рубеж преодолеют. Нам нужно уже сегодня говорить, может быть, и о двух миллиардах. Потоки должны быть. Мы найдем такие варианты. Тем более, будет и возможность серьезная для того, чтобы этот товарооборот увеличить. У нас всегда были проблемы с перевозкой грузов. Мы занялись, наконец-то, восстановлением железных дорог, которые способны были в советские времена переваливать, наверное, раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более, мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе и в Мурманске. А без вас туда никак не попадешь. Поэтому я думаю, что мы можем преодолеть этот двухмиллиардный рубеж следующей пятилетки точно. Северное направление, повторяю, для нас является ключевым. Мы многое в этом направлении планируем сделать. Обязательно это реализуем. Думаю, что с вашей помощью, поддержкой. Говорили предметно и о новых проектах. В Ленинградской области намерены строить котельное на природном газе. Беларусь к этому готова подключиться. Президент предложил помощь и в реформировании системы предприятий по строительству и содержанию автодорог. От техники до опыта, который мы накопили, мы в вашем распоряжении. Белорусские компании заинтересованы принять участие в крупных инвестиционных проектах. Это касается, прежде всего, строительных услуг и поставок строительных материалов. Недавно прошли переговоры с компанией Северное управление строительства, которое выступает генеральным подрядчиком по возведению энергоблоков 3-4 Ленинградской АЭС. Наши специалисты начали отработку поставки туда широкой номенклатуры стройматериалов, другой продукции. Знаю, что есть спрос на уникальных строителей, которые у нас подготовлены с помощью Российской Федерации. Мы также займемся проработкой этого вопроса. Традиционно Ленинградская область работает с нашими белорусскими партнерами в программе Агропрома. Это и техника, это и селекция, это и семеноводство, это и новые технологии. Но сегодня мы больше говорили об поддержке Ленинградской области по целому ряду крупных инвестпроектов. Но прежде всего в Ленинградской области сегодня портфель инвестиций на 6,5 триллионов рублей. Это большие стройки. Мы сегодня говорили, что необходима помощь, поддержка белорусских строителей. Тем более, что нам необходимы квалифицированные строители, которые бы работали и на строительстве газохимических комплексов. И у нас идет стройка 3-4 блока атомной электростанции. Мы говорили про вторую очередь зернового терминала в Высоцке и о многих других крупных строях. Это такая тема для сотрудничества очень важная. Также губернатор российского региона рассказал, что на встрече с президентом обсуждался и вопрос реабилитации пострадавших в зоне СВО бойцов. Белорусские здравницы готовы оказать помощь. Санатория Беларуси уже посещает семьи с детьми из Ленинградской области, чьи мужья и отцы участвуют в боевых действиях и встречают их очень тепло. После встречи во Дворце независимости гости отправились на совместное заседание комиссии по развитию сотрудничества. Здесь партнеры подтвердили взаимное желание развивать отношения в самых разных сферах. Белорусская страна предлагает со следующего года усилить расчеты в национальных валютах. Наращивать намерены промышленный и научный потенциал. Сегодня хорошо налажены поставки сельхозтехники, новое направление – пассажирский транспорт и дорожно-строительная техника. В планах и соцпроекты. К примеру, производство технических средств, реабилитация и санаторно-курортное лечение. Многие договоренности закрепят соглашениями на форуме регионов Беларуси и России, в котором примет участие и губернатор Ленинградской области. Сегодня же в Минске встречаем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в союзном государстве, а также по формированию новой архитектуры евразийской безопасности. Вместе с Россией скорбит Беларусь. Александр Лукашенко выразил самое искреннее соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с серией варварских терактов в Дагестане. Их жертвами стали стражи правопорядка и мирные жители. Глава государства решительно осудил бесчеловечное нападение на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональные миры согласия, которые были веками в дружественном Дагестане. Президент убежден, что все виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание. Родным и близким погибших пожелал мужества и стойкости, чтобы пережить невосполнимую трату, а также скорейшего восстановления пострадавшим. За атакой на Дагестан стоят последователи Международной террористической организации. Об этом заявили власти Автономной Республики. В результате серии вооруженных нападений погибли, по последним данным, 20 человек. Большинство из них — силовики, которые первыми вступили в перестрелку с боевиками. Сначала в Дербенте они атаковали православную церковь и синагогу. Погибли священник и охранник. После в Махачкале обстреляли пост ДПС. В Республике всю ночь действовал режим контртеррористической операции. В селе Сергакала боевики также открыли стрельбу по автомобилю полиции. Шесть нападавших ликвидированы, трое познаны, как сыновья и племянник главы района. Он задержан. Сейчас ситуация в Дагестане под контролем. Траур в Республике в течение трех дней. В больницах 16 пострадавших, некоторые в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовные дела. В руководстве Северной Осетии заявили, что теракт срежиссирован извне для раскачки Северного Кавказа. Депутат Госдумы от Дагестана считает, что за тем, что случилось, стоят спецслужбы Украины и стран НАТО. Запад пока воздерживается от комментариев и не осудил нападение. Самолет МЧС России вылетел в Москву из Севастополя, забрав 22 пострадавших в результате атаки ВСУ, в том числе 12 детей. Накануне Украина атаковала Крымский полуостров дальнобойными ракетами. Погибли 4 человека, ранены более 150 мирных жителей. В регионе по-прежнему режим чрезвычайной ситуации. В Минобороны заявили, ответственность за намеренный удар по мирным жителям несет прежде всего Вашингтон, который поставляет оружие на Украину, и киевский режим, с территории которого удар нанесен. МИД России призвал ООН осудить теракт. Несмотря на то, что обстановка в Севастополе по-прежнему напряженная, с утра люди несут цветы к стихийному мемориалу. 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков посвящается. В небе над Заславским водохранилищем первая репетиция воздушного парада. Тренировка совместная. 30 воздушных судов с белорусской стороны и 8 вертолетов Воздушно-космических сил России. Высота и скорость полета до 250 метров и 500 километров в час. Продолжительность воздушного парада около 7 минут. В небе лучшие военные летчики. И для них это не только красочное шоу, но и элемент подготовки реальной боевой работы. Очень ювелирная работа, так как летчики должны выйти в определенное место в назначенное время, точно секунда в секунду, в определенном боевом порядке, на установленных интервалах и дистанции. Это сложный полет, так как летаем над городом на предельно малых и малых высотах, на малых скоростях. Несомненно, для каждого летчика участие в параде – это великая честь и доверие со стороны руководящего состава и государства. Я сам принимал 8 раз участие в параде в качестве командира экипажа. Сам летел 7-6, поэтому могу с полной ответственностью сказать, что огромное доверие. И каждый летчик дорожит тем, что ему доверили пилотировать воздушное судно над столицей нашей страны в столь знаменательный день. Мы гордимся тем, что в нашем параде примет огромное количество вооруженных сил, братских нам государств. Сегодня тренировка под Минском. Над столицей техника пролетит в четверг. И к юбилею освобождения Белоруссии велопробег в Минске. Эта акция профсоюзного движения впервые. Пробег объединил журналистов, артистов, спортсменов. На велосипедах – все. Среди участников самая представительная команда нашего телеканала. Здоровый образ жизни объединяет. Желание напомнить о подвиге предков – главная мотивация каждого. Этот велопробег – это дополнительный повод напомнить новым поколениям о том, что было. Вряд ли найдется человек, у которого бабушка или дедушка не воевали, не ковали эту победу. Помнили, чтили, уважали те традиции, те ценности. Спорт как нельзя лучше подходит для того, чтобы показывать, что мы сегодня активны. Я стараюсь по выходным проезжать всю велодорожку. Это получается доехать до велодорожки и проехать всю велодорожку 60 километров. Старт утром от Университета физической культуры. Маршрут вдоль проспекта Победителя. Буквально за полчаса добрались до стылы. Минск – город-герой. Возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Велопробегом мы хотим показать, что на протяжении 80 лет наш народ, народ независимой Республики Беларусь, имеет возможность жить счастливо, создавать семьи, рожать детей, но и, конечно же, беспрепятственно заниматься физической культурой и спортом. Чтобы наша страна еще долгие-долгие десятилетия жила под мирным небом. Мы видим, какая сегодня непростая ситуация за рубежом. Наша память историческая будет еще очень-очень долго с нами. Хорошая еще возможность приобщиться к спорту с самого утра, особенно в понедельник. Это тот день, когда, наверное, не стоит откладывать на потом. Ожидается, что пробег станет ежегодным и более масштабным. Ведь в профсоюзном движении более 4 миллионов человек. И спорт – важная часть жизни активистов. Даже о самых сложных исследованиях доступно и интересно. Выпускники школы популяризатора науки выступили в Минске. Шесть презентаций по 15 минут – это их первое выступление после завершения обучения. Энергетическое будущее, история открытия лекарств и какие новые препараты могут появиться скоро стараниями белорусских ученых, народные свадебные обряды белорусов. Спектр исследований действительно широкий. Главное, чтобы достижения не остались в столах авторов. Для этого в школе занятия по ораторскому мастерству, риторике и журналистике. И вот первый отчет на публику. Я занимаюсь внедрением технологий искусственного интеллекта в робота. Я занимаюсь, чтобы научить его взаимодействие с окружающей средой. Вне зависимости, где он расположен. То есть в какой среде он будет обитать. Если перед ним стакан и его цель на данный момент захватить стакан, то он это сделает. До обучения в этой школе я боялась камеры. Боялась выступления на публике. То есть мое общение – это с компьютером. 70 человек подалось на эту школу. И мы отобрали лучших. Мы нашли именно 12 людей, которые хотят рассказать о науке, о своей области науки людям. Мы говорили о том, как писать научно-популярные статьи. Мы говорили о том, как писать пресс-релизы для их будущих лекций. То есть такой маленький, емкий курс молодого бойца по популяризации науки. Это совместный проект Национальной академии наук и научной библиотеки БНТУ. Горящие глаза ученых и пламенные рассказы о своих открытиях еще будут локации организаторы подыскивают.